Всем привет! Я Рит Мурадова, и это мой канал на YouTube. И сегодня мы с вами продолжаем нашу рубрику «Лук для Риты». Только теперь она слегка видоизменилась, считывая, что большинство из нас находится на карантине. Это теперь рубрика «Лук для Риты дома». Это значит, что вы ставите фотографии в Instagram ваших домашних образов, отмечаете хэштег «Лук для Риты дома», все вместе, пожалуйста. И среди этих фотографий я выбираю те, которые буду комментировать исключительно образы в этом видео. Мы с вами стартуем. Значит, образов было достаточное количество. Я сейчас буду каждый из образов выбирать и показывать, и комментировать его. Хочу напомнить основные правила. Я не комментирую человека, его внешность, фигуру и тому подобное. Я комментирую исключительно образ в соответствии с заданным параметром и выставляю оценку от 1 до 10. Значит, первый образ, который мне попался на глаза, это образ девушки по имени Жукова Ира. И у нее здесь, значит, такие джинсы, я подозреваю, что это как раз те самые джинсы Zara. Они до сих пор продаются на сайте Zara и в магазинах. Ну, теперь только на сайте, потому что магазины закрыты. Розовые, пастельные в сочетании с достаточно структурированным романтичным кардиганом. Собранные волосы, минимум, но присутствие все-таки украшений. Я так понимаю, что легкий какой-то макияж. Скажу сразу, что мне в этом образе понравилось. Во-первых, что цвет какой-то появился. Я знаю, очень многие люди дома предпочитают совсем нейтральные какие-то вещи. Я все-таки сторонник того, чтобы если у нас сейчас немножко другой распорядок и нам приходится дома и работать, в том числе, визуально для себя, как-то даже для глаза отделить одежду, в которой мы отдыхаем, от одежды, в которой мы работаем. И, быть может, даже одежда, в которой мы сейчас, например, садимся за свой рабочий стол в рабочий кабинет и работаем, она должна быть слегка не только ярче, но еще и, возможно, чуть более сковывающей. Возможно, это могут быть джинсы, но просто слегка более объемные, в которых будет комфортно. Это, кстати, джинсы, в которых на 100% будет комфортно. У меня точно такие же джинсы. У большого, кстати, количества людей такие же джинсы. Они действительно безумно крутые. Вообще вопросов к этому образу нет. Мне нравится сочетание такого нейтрального по оттенку топа меланжевого с достаточно насыщенными такими по цвету джинсами. Мне нравится расслабленность образа, но при этом есть структурные элементы. Мне нравится минимум макияж, но при этом собранность образа. Из 10 я поставлю этому образу вот прямо 10% на 100%. Следующий образ, который мне попался на глаза, это девушка Натали Ком. И образ у нее состоит из вот таких вот таракотовых брюк, носочек, сандалий. Ну, кстати, я не знаю, я дома обувь не ношу. Я вообще дома хожу, даже без носочков. Я дома люблю босиком ходить. Пишите, как вы, кстати. Ходите ли вы дома в тапочках. Я всю жизнь хожу босиком. Мне важно почему-то чувствовать стопами пол. Я не знаю, это какое-то глубинное послание. Дальше у нее такая майка удлиненная и поверх нее джемпер серый. Мне однозначно нравится сочетание в этом образе присутствия первых цвета. Сочетание и легкая такая многослойность. У нас здесь есть капелька белого, внизу есть капелька белого. Мне нравится собранность наряда. Все очень аккуратно. Присутствуют аксессуары. Единственное, я бы, например, тот же джемпер взяла чуть-чуть пообъемнее, быть может, чуть более структурированный. И брюки чуть-чуть посвободнее. Хотелось бы чуть больше объема в этом наряде. А так, в целом, мне вот большинство его нравится. И носки я бы, наверное, взяла не в полоску. Я тут уже к деталям придираюсь. Я бы взяла, наверное, просто какие-то объемные, даже, возможно, шерстяные для контраста с этими сандалиями. В целом, образ неплохой для дома подходит. Я бы ему поставила где-то 8 из 10, потому что вот этого какого-то объема и некой современности в образе все-таки мне лично не хватило. Также хочу напомнить, что у нас заканчивается уже последние места регистрации на наш онлайн-вебинар для практикующих и начинающих стилистов под названием «Стилист будущего». Это практический вебинар, в котором мы с вами обсудим, во-первых, как увеличить прибыль стилиста, как работать в нынешние времена, как работать с клиентами в онлайне, как перейти все свои услуги и придумать другие услуги для онлайна, каким образом можно расширить потенциал стилиста, как можно выделиться в этой достаточно насыщенной индустрии, каким образом можно в целом повысить свой прайс, расширить свою аудиторию и свою клиентскую базу. И, естественно, мы с вами поговорим о том, как он вообще выглядит, этот стилист будущего, какими навыками он должен обладать и какие мета-тренды будущего сочетаются с профессией стилиста. Для регистрации на онлайн-вебинар «Стилист будущего» кликайте по ссылке под этим видео. Следующий образ у нас – это образ девушки по имени Миямо Виктория, ее зовут Виктория. Значит, у нее такая зебровая пижама, в этом, в принципе, образы заканчиваются, я вижу, еще и сережки есть. Что мне нравится в образе – это то, что пижама нетрадиционная, то, что, естественно, дома хочется немножко отделить рабочую одежду или какую-то одежду от сна, от одежды, в которую ты ходишь. Но единственный момент, который меня все-таки смущает, что это все-таки пижама, что это все-таки та одежда, которая предназначена для сна, и это не совсем та одежда, которая собирает человека. Опять же, в моем личном восприятии я бы здесь хотя бы сверху какой-то кардиганчик добавила или что-то, чтобы собрать наряд вместе, и конкретно в этой пижаме я бы хотела, наверное, еще и топ сделать слегка более длиненым. Так что этому образу я ставлю тоже 8 из 10. Следующий наряд – девушки по имени Таня на высоте. У нее такой спортивный костюм, очень прекрасный, такой красивый сизый оттенок, поверх еще и массивная цепь актуальная в этом сезоне. Все очень аккуратно, ничего лишнего. В целом, такие спортивные костюмы более чем подходят как раз для отдыха дома, потому что это уже не пижама, но еще и не какой-то сумасшедший наряд на выход. В ней очень комфортно, комфортно кого-то встретить, если какой-то курьер привозит вам наставку еды, комфортно какие-то скайп-колы делать, потому что ничего такого сумасшедшего здесь не присутствует, очень аккуратный топ. Я бы не сказала единственное, я бы, наверное, может, девушке просто больше цвета хотела добавить, не такой приглушенный тон самого наряда. Но это я уже просто придираюсь. А так, в целом, я поставлю этому образу 9 из 10. Дальше у нас есть образ девушки, которая не викки, очень много ка. Это такая милая льняная, да это не пижама, это такой домашний костюм с легким японским каких-то акцентом, с завязочками, с бантиками, с небольшим количеством рюшей, при этом в приглушенной тональности. Вот это, я считаю, прекрасная формула образа для дома. Это уже не пижама, потому что это все-таки льняное изделие, оно по-другому выглядит, было бы, кстати, некомфортно в этом спать. Но вот как раз дома это выглядит собрано, уместно, комфортно, идеально подходит обстановке и все задачи выполняет, поэтому этому образу я ставлю 10 из 10. И последняя девушка, которую я освещу, это Сеглара, это девушка, кстати, наша выпускница, достаточно талантливая, успешная. Она здесь сфотографировала свой образ в пижаме домашней, и опять же, я могу сразу сказать, два момента, мне нравится очень пижама, и оттенок мне нравится на Сегларе, это хорошо смотрится. Опять же, единственный момент, который лично меня смещает, дома пижама ощущается слишком свободно. В пижаме, вот нет какого-то такого уровня собранности, который позволяет работать, работать успешно. Но опять же, это моя личная призма восприятия, напишите, что вы любите дома носить, и комфортно ли вам в пижаме, или на вас вообще дома одежда никак не влияет. Вот что бы вы ни надели, у вас есть этаж, чего и выполняете. На меня внешние обстоятельства тоже влияют и имеют значение. Если я в какой-то ночнушечке продолжаю сидеть с пучком на голове после сна и пытаться какие-то рабочие задачи выполнять, у меня это вряд ли получится. Просто потому, что для меня все вместе, все в комплексе нужно. Но опять же, вы пишите в комментариях внизу ваше мнение по этому поводу. Данному образу я ставлю все-таки 8 из 10, потому что я считаю, что пижама это все-таки не самый удачный вариант для нахождения дома и для решения рабочих задач. Если это просто образ для сна, то вообще прямо 10 из 10. Пишите в комментариях внизу ваше мнение, быть может, с чем-то вы не согласны из сегодняшних образов. Обязательно говорите, что вы предпочитаете носить дома, может быть, мы какие-то новые идеи почерпнем, потому что нам дома нужно будет находиться в ближайшее время еще очень долго. Напишите, быть может, кстати, свои любимые бренды домашней одежды или бренды, в которых вы находите вариации домашней одежды для себя и для близких. На сегодня это все. Люблю, целую. Ваша Реда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова